Просто хочу пояснить. Я знаю, большинство моих влогов обычно веселые, семейные и направлены на приключения. Сегодняшний влог будет полностью о технической части. Так что если вы не ютубер, кинорежиссер или кто любит творить, или тот, кому просто все равно на камеры и все, что с этим связано, вы не проникнетесь этим влогом. Просто пропустите его, остановите просмотр и смотрите завтрашний влог. Он будет как обычно. Окей. Этот влог будет только об одном и только об этом. Руководство Кейси Нестета по кинорежиссуре. Все вы, кто не может позволить себе обучение в Нью-Йоркском университете или других дорогих киношколах, просто посмотрите это видео снова, снова и снова, и я обещаю вам, вы справитесь. Или просто идите в школу. Давайте начнем. Сперва давайте поговорим об оборудовании. Оборудование не важно. Позвольте объяснить. Перед тем, как я начну, дайте мне защитить себя, потому что прямо сейчас куча людей пишет комментарии вроде «Тебе легко говорить, у тебя все есть, эти дорогие камеры». Это правда, у меня они есть, но так было не всегда. Мое шоу для HBO – один из самых больших успехов в моей карьере. Оно было снято на эту камеру. Это даже не высокое разрешение, это съемка на пленку. Это камера, на которую ваши родители снимали ваш третий день рождения. Одно из самых важных моих видео – велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки было снято на вот эту маленькую камеру. Эта штука называется... Это Canon 300 HS. Вы можете купить такие БУ на Амазоне за 90 баксов. Если бы все, что нужно было для хорошего продукта – это подходящая техника, то люди, у которых больше всех денег, всегда бы побеждали. Есть фильм под названием «Пен». У него была премьера на этих выходных. Если бы все, что нужно было бы – это лишь подходящее оборудование, то поверьте, кто бы ни сделал этот фильм с бюджетом в 15,5 миллионов долларов, у них было намного лучше камеры, чем те, которые вы можете себе позволить. Когда мне было лет 20-21, я был приглашен на Нью-Йоркский кинофестиваль. И я увидел вот этот фильм на Нью-Йоркском кинофестивале. Огромный, огромный кинозал. Все билеты распроданы и стоячие овации. Этот фильм называется «Проклятие». Он в формате Ютуба, он как влог, но их тогда даже не было. Этот фильм выиграл в номинациях «Лучший документальный фильм» на премии Национального общества кинокритиков, на премии «Независимый дух», премии «Готем», а также Лос-Анджелесские и Лондонские кинофестивали. Он собрал более миллиона долларов в кассах, а обошелся он в 218 долларов и 32 цента. На создание и для редактирования использовали iMovie. Это бесплатная программа. Оборудование для него не играло роли, и он создал один из самых успешных документальных фильмов за весь тот год. И вот о чем я хочу поговорить сейчас. Я хочу поговорить о повествовании и истории. Окей, перед тем, как я начну, вот мой быстрый обзор на все мои любимые камеры. Некоторые мысли о камерах. Это не реклама какого-либо бренда. Это снято на мой трехлетний Galaxy S3. Выглядит нормально. Если у вас нет денег на камеру, то просто используйте свой телефон. Телефон замечательный, а это мой iPhone. Если у вас есть 100 баксов, то я крайне рекомендую купить самую дешевую камеру в магазине. Этой штуке 6 лет. Я думаю, она стоит около 150 баксов, когда я ее купил. Вполне достаточно. Если ваш бюджет близок к 300 баксам, то я очень рекомендую Canon S120. Вот она. Это действительно хорошая камера. Раньше я все снимал на нее. Многие люди сказали бы, ведь если у меня есть 300 баксов, почему бы мне не купить GoPro? GoPro невероятный, чудесные, маленькие девайсы. Но если вы хотите делать видео, то вам лучше взять нечто подобное. Они более функциональны, можно сделать намного больше с чем-то похожим. Я совершенно точно люблю GoPro, но сложно смотреть длинные видео, особенно не экшен-видео, которые сняты на GoPro. Если вы хотите лучшие предложения на рынке, то возьмите Sony RX100 Mark IV. Это замечательная камера, не считая цены. Она около 900 баксов. Если вы готовы потратить 900 баксов, то обратите внимание на это. Canon T6S. Это самая дешевая зеркалка, которую вы можете купить, и у нее есть автофокус. Сейчас вы смотрите на мою главную камеру, это Canon 70D с большим объективом на ней. Эта камера примерно 1300 баксов, объектив еще 500, микрофон еще 200. Все вместе это набор на 2000 долларов, на который вы смотрите с таким изображением и таким звуком. Но, если вы хотите обновиться, то это съемка с моего Canon 5D Mark III с объективом серии L. Это примерно 5 или 6 тысяч долларов. Разница между ней и 2000-долларовой камерой вот такая. Разница между 2600 долларов камерой такая. Это нормальная вещь. Она в районе 100 баксов. Если вы потратите на 200 долларов больше, то получите такую. Качество поднимается выше. Цена возрастает лишь немного. Если вы потратите еще на 300 долларов больше, то получите это за 600 долларов. Качество намного возрастает, а цена не сильно сдвинулась. А если вы подниметесь с 600 до 6000, то цена намного возрастает. А качество лишь немного изменяется. И чем больше вы тратите, тем меньше вы получаете взамен. История. История — это все, что важно. История — это золото. История — это верхушка огромной пирамиды кинорежиссуры. Пойду сделаю еще одну диаграмму. История — король. Все служат королю. Все это здесь лишь для того, чтобы служить истории. Дать определение истории очень и очень сложно. Я не уверен, что есть какая-то общая формула для рассказа истории. Вы должны найти что-то, в чем заинтересована аудитория, а затем поделиться ею таким способом, в котором она также заинтересована. Единственный способ научиться этим вещам и становиться лучше — это делать их снова, снова и снова. У нас есть все эти инструменты, которые позволяют нам создавать более доступными, дешевыми, справедливыми способами. Вот что радует меня больше всего. Надеюсь, это вам помогло, если вы начинающий кинорежиссер, ютубер, кем бы вы себя ни называли. Ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова